Я вам обещаю, что сегодня будет интересное видео, поэтому устраивайтесь поудобнее и желаю вам приятного просмотра. Всем привет, мои дорогие друзья! Я очень рада каждого из вас приветствовать на своем канале. И сегодня я подготовила для вас подборку, но не простую. Но не простую, а это, можно сказать, ваша подборка. Я недавно спросила у вас в телеграм-канале, с каким парфюмом я у вас ассоциируюсь. У меня был такой немножко тайный замысел. Там было, кстати, предположение, что я готовлю свой отдельный аромабокс. Сказайте, у меня есть свой аромабокс на рандеву, он представлен, это авторский аромабокс, я обязательно оставляю. Я, кстати, каждый раз оставляю на него ссылку в инфобоксе, заглядывайте. И вообще все ароматы, о которых сегодня пойдет речь, они тоже представлены на рандеву, и я их обязательно продублирую в инфобоксе, оставлю тайм-коды. В общем, все как обычно. И мой промокод, 10% скидка, которая суммируется со всеми акциями и предложениями. Так вот, я спросила у вас, с какими ароматами я у вас ассоциируюсь, потому что у меня очень часто спрашивают, мое парфюмерное «я», которое мне безумно сложно выбрать. Меня часто спрашивают, выберите 10 топ-3, топ-5, топ-10 ароматов, с которыми вы не расстанетесь никогда. И для меня это тоже адские мучения, я не могу это выбрать никогда. Или вот эта вот тема в видео, которое часто гуляет в пар-сообществе, если у вас пропадет вся ваша коллекция, какие ароматы вы купите самыми первыми или какие вы восстановите. Это для меня тоже очень сложно сделать. Напишите, как у вас, неужели вы легко можете выделить, допустим, если у вас 50 плюс флаконов, вы можете выбрать 3 или 1 аромат. Я не знаю, мне кажется, это очень сложно. Вот по моему характеру это очень сложно сделать. Поэтому я спросила у вас. У меня теперь такая, знаете, хотя бы есть такое общее представление, такой костяк моего парфюмерного шкафа. Да, может быть, это не я сама выбирала, но это выбрали вы. Это те ароматы, с которыми ассоциируюсь у вас я. Это тоже, кстати, очень интересно, очень важно. Что я сделала? Конечно, парфюмов было очень много перечислено. У меня проголосовали, поучаствовали в этом опросе около 160 человек. Но я выбрала 7, топ-7 ароматов, которые, ну, лидеры, за которые проголосовали больше всего людей. И их отметили, и именно с ними я у вас ассоциируюсь. И мне эту идею как-то подкинула моя зрительница. Она написала в телеграм-канале, а спросите, с каким ароматом вы ассоциируете. Действительно интересно, с каким я ассоциируюсь. В основном это ирисовые парфюмы, и я понимаю, почему. И я сама, можно сказать, ну, как сказать, это моя, наверное, одно из любимых направлений. Пусть даже я отвлекаюсь на какие-то другие темы, но ирисов в моем парфюме в гардеробе больше всего. И еще перед тем, как я покажу, что это за ароматы, у меня, кстати, видите тут ежедневничек, я тут все по-честному, я выписывала плюсики, все это выделяла. Меня, конечно, поразил один аромат, который набрал 19 голосов. Сейчас я вам расскажу, что это за парфюм. А вы можете, кстати, пока в комментарии написать свои предположения. Так вот, что я хотела сказать, мне мысль ушла, вспомнила. Для тех, кто думает, что я коллекционирую ароматы, я знаю, что очень много парфюм-любителей, которые именно коллекцию собирают, я вам всегда говорила, и, наверное, буду говорить, но если что-то изменится, вы тоже об этом узнаете. Я не коллекционер. То есть я не собираю ароматы, я их не коллекционирую. Я любуюсь, конечно, этими шкафами, когда я вижу, знаете, там, Амуаж, батарея Амуаж или Ксержов. У меня случайно получается собрать, допустим, из бренда сколько-то парфюмов. Очень часто я потом расстаюсь с этими ароматами. То есть у меня нет идеи собрать именно коллекцию. У меня, знаете, какая идея? Вот сейчас я с вами поделюсь откровенно. У меня идея собрать свой идеальный гардероб. Я с периодичностью расхламляюсь. Я постоянно какие-то ароматы продаю. Кстати, вот в ближайшее время я тоже планирую выложить несколько парфюмов. И прежде всего я, наверное, размещу в телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь, если вам интересно это, конечно. Но я к чему это говорю? У меня нет такой идеи собрать там 100, 200, 300, 400 флаконов. У меня это, я вам больше даже скажу, меня это порой раздражает. Меня это нервирует, когда у меня много ароматов, и я не могу вот утром, я хочу и этим, и этим, и этим. И меня немножко, эта психику мою, как бы, ну, понимаете, она и так у меня нестабильная. Я думаю, как и у большинства сейчас в наше время. И мне вот эта вот лишняя вот эта вот нервозность, она мне не нужна. Я, конечно, шучу отчасти сейчас. Ну, понятно, что это там не супер проблема, но я вам серьезно говорю. Собираю свой такой идеальный парфюмерный гардероб. И что я сегодня поняла, вот из сегодняшнего видео, из сегодняшней подборки, что вот те ароматы, о которых сейчас пойдет речь, они всегда будут в моем парфюмерном гардеробе. Давайте начнем. Итак, начинаем с лидера. Это аромат, который собрал 19 голосов. Молекула плюс ирис. Друзья мои, пора покупать большой флакон. Вот такой вот аромат, который состоит всего из двух нот. Работа Гюза Шойна. Ну, вы представляете, ну, это отчасти мое парфюмерное я. Я обожаю, кстати, этот парфюм. Вот этот корень ириса. Я вообще, мне такое ощущение, что здесь намного больше нот, нежели вот только две. Ну, понятно, что это молекулярный аромат, поэтому он так играет. Но он порой для меня звучит очень сочно. Я бы даже сказала, что я в нем слышу какой-то вот, какой-то фруктовый оттенок или цветочный. То есть мне кажется, что помимо корня ириса, здесь есть что-то еще. Признавайся, Гюза Шойн что-то добавил такого, что создает вот это впечатление, что аромат объемный, парфюм объемный. То есть это не плоское звучание ириса, это не морковное, знаете, такое... Ой, не могу. Ну, и морковное отчасти, да. Но я люблю, кстати, этот момент. Я его люблю миксовать с другими ароматами. Мне он вообще нравится. Это действительно, это такой, знаете, хороший аромат, такой базовый аромат, который я могу посоветовать всем. И мужчинам, и женщинам. И если вы ищете универсальный парфюм, то молекула плюс ирис. Ну, мне кажется, это идеальный аромат. Второй у нас по популярности, друзья мои, вот этот очаровательнейший флакон. Вы только посмотрите на него. Вот это вот стекло. Вам видно вот на просвете? Какой красивый. Ирис Малико от Шапарт. Это история тоже про ирис, но про очень необычный ирис. На старте это пряности, это перчинка такая, которая некоторых смущает, некоторых вводит в какое-то заблуждение. Вы говорили, что это ирисовый парфюм, а на самом деле это не про ирис. Мне часто, кстати, пишут с такой претензией, что зачем ты не ирисовый? Но дождитесь базы этого аромата. Это помадный ирис. Да, он на старте, это клюква в сахарной пудре. Эти вот ягодки, они же горькие. Они горькие, они с горчинкой, они немножко такие с перчинкой. Ну а потом в базе это очень приятная помадность, которая останется с вами на несколько дней. Если на одежду попадает этот аромат, это звучит, ну вот, невероятно красиво. Просто, просто. Вы не представляете, как это красиво. Все, кто послушал, все, кто купил после меня этот аромат, были, конечно, те, кто мне писали, мы не этого ожидали, но мне кажется, они просто не дождались базы. Да, аромат неприглаженный, да, как вот, может быть, многие ожидают, что это будет что-то такое спокойное. Он довольно на старте такой дерзковатый, я бы даже сказала. Он, знаете, бьет в нос такой. Но потом это очень красиво. Ири с Маликой разделил по голосам, по количеству, места по количеству голосам, ну, конечно, маск терапи от Энитио. Но, я не знаю, мне тоже кажется, что этот аромат должен быть у меня всегда. Это такой очень приятный сливочно-молочный цитрус, ну, так, если кратко и лаконично, да, то есть это сливочный крем, белковый, может быть, сливочный крем, куда добавили таких вот несколько аккордов приятных цитрусов, не горьких, мягких. Здесь заявлена черная смородина, но у меня он не ассоциируется с черной смородиной. Но если только вот эта легкая кислинка, вообще в целом аромат очень пушистый, мягкий, он как будто бы вас окутывает, вы как будто бы вот на этом облачке, да, может быть, это очень банально звучит, но действительно создается впечатление от этого аромата. Для кого-то он очень яркий, но я всегда советую тестировать этот аромат на коже. Если аромат яркий, да, для меня он тоже в свое время был такой не тихоня. Сейчас я уже подпривыкла к нему, я прямо вот так вот наношу обильно. Но вообще он, конечно, у Янитео нет тихонь, у них нет тихих ароматов. Но нанесите вы два пшика подальше от лица, и вы поймете всю красоту вот этого вот мускуса от бренда Янитео. Следующий аромат по количеству голосов это аромат от Ксержов Эль. Ну, конечно, этот аромат я сама обожаю, я к нему очень нежно отношусь. И, наверное, если вы мой постоянный зритель, вы помните мои первые впечатления об этом аромате. Это для меня аромат какого-то счастья, что ли. То есть это эмоции, мне всегда его очень сложно описывать. По пирамидке здесь тоже есть ирис, но история здесь далеко не про ирис. И вообще этот аромат, вот если смотреть на пирамиду, кажется, что он какой-то совсем не тот, который на самом деле. Кажется, как будто бы он намного серьезнее. Здесь есть смола, здесь есть, ну, я имею в виду серьезнее в плане того, что мощный, более мощный парфюм. Поэтому очень многие спрашивают, есть ли там амбра дерева, есть ли здесь какой-то такой мускус, да, отталкивающий. Нет, здесь ничего такого нет. Это настолько мягкая композиция. На фрагрантике написано, что это амбровый парфюм. Я уже потом, впоследствии поняла, почему амбровый. Действительно, есть впечатление такой очень мягкой, уютной амбры. Вот представьте, как будто бы, ну, такого не существует в природе, но как будто бы цветочную амбру или фруктовую амбру высушили на солнце. Потом это все размельчили в такую пыль, нежную, нежнейшую пыль. Аромат необыкновенно красивый. В нем настолько идеально сочетаются все ноты, что они не выбиваются. Здесь невозможно выбрать. Вот мне, кстати, здесь невозможно выделить какую-то одну ноту. И мне вот даже интересно, если бы он попался в слепом затесте, как бы его охарактеризовали? Какой вот аромат? Как амбровый все-таки? Или что это что-то пудровое? Не знаю, он мне не ассоциируется с пудрой. Для меня это какая-то вообще вот аромат-загадка, аромат-эмоция. И не только, кстати, для меня. Когда слышат этот парфюм, вот первое, что говорят, пахнет очень приятно. Но чем? Не могут сказать. Просто какая-то эмоция тебя наполняет. Мне кажется, это вообще высший пилотаж в парфюмерии, когда именно эмоционально тебя цепляет парфюм. Почти равное количество ассель – это ароматы от Шанель. Я немножко схитрила, потому что Ле лидирует, пятерка Ле, но 19 пудрой тоже упоминали. И вы знаете, это для меня, наверное, аромат, тот, который должен быть, ну вот лично для меня, он всегда должен быть в моем парт-гардеробе. Ле понятно, здесь все с ней понятно. Это такая летящая, чистая, альдегинная пятерка, которой, ну, действительно хочется, вот я обожаю, знаете, особенно после душа выходишь, и она как будто бы продлевает вот этот эффект чистоты. Это аромат абсолютно повседневный, мне кажется, что он подойдет любому, то есть это, это такая классика, но в облегченном современном прочтении, но звучит очень классно. Ну, а 19 пудре – это парфюм, который, в принципе, может быть один. Он может существовать один. Вот у человека, да, мне бы не хотелось, конечно, такой ситуации, чтобы не был только один парфюм, но в принципе он самодостаточный, он справится самостоятельно, он справится в одиночку. Это и на работу, и на каждый день, и если вы куда-то собираетесь, он подчеркнет ваш образ, потому что в нем собрано все. Здесь ирис, пудровый ирис, но не сладкий. То есть это довольно-таки строгая композиция, но она такая элегантная, это такой красивый ирис. Говорят, что в 19, в Шанель 19, там больше травы, там больше зелени. В этой версии пудра смягчает все, она дает все-таки вот эту сладинку, несмотря на то, что я чувствую здесь и гальба, но как-то пудра делает аромат более воздушным. Классная композиция, которая прекрасно раскрывается в любое время года, в прохладе это вообще что-то невероятное, поэтому я вот так немножко схитрила, и две Шанельки, раз я у многих ассоциируюсь с Шанель, потому что там еще прозвучал аромат Габриэль, там несколько голосов, поэтому я вот так вот взяла основные Шанельки и добавила в свою подборку. Кто мне может запретить в конце концов? Ну и Лира, конечно, за нее тоже очень многие проголосовали, Лира, которую я безумно обожаю, да и вообще, я не знаю такого человека, который бы пришел вот ко мне в гости, да, и я бы ему дала послушать Лиру, а очень часто, кстати, вот хотят послушать этот аромат, не знаю, может быть, флакон привлекает. Кстати, вот этот флакон, мне кажется, Лири больше идет, это миск на самом деле для волос, и он такой сливочный, такой, знаете, пломбирный, вот представьте, пахнет это как будто бы шарики мороженого в такой красивой вазочке и наверху такая веточка лаванды, вот такое вот сливочное мороженое, но, которое не уходит в такую простую гурманику, потому что здесь есть и цитрус, здесь есть и раскрытие, и глубина этого аромата. Мне очень нравится вместе для волос, вот эта версия, я иногда даже комбинирую с какими-то другими парфюмами, так вот все, кто приходил и слушал этот аромат, мне ни разу не сказали, что как-то неприятно пахнет, наоборот, все спрашивают, можно нанести этот аромат, какой он приятный, действительно, у него такое первое впечатление, он очень приятный, ну, гурманский, да, гурманский, для тех, кто, наверное, любит шипры, и только шипры, этот аромат не понравится, я уверена, потому что, ну, настолько он, ну, это гурманика. И с вашего позволения я выбрала еще один аромат, хоть он и немного набрал голосов, по-моему, четыре голоса, но мне самой очень нравится этот парфюм, и я все-таки считаю, что из пудровых, из ирисовых ароматов, этот аромат, этот парфюм, он такой, знаете, он знаковый, он уже такой классический, на него равняются многие, его многие повторяли, это помадный ирис от Фредерика Маля, называется аромат Ирис Пудре, и этот аромат я бы оставила, вот я бы дополнила в свою такую основную пару гардероб, я бы дополнила его, потому что для меня этот аромат на какое-то мероприятие, идеальный аромат, если вы идете в театр, в кино, если вы идете, ну, с кем-то навстречу в ресторан, вот, Ирис Пудре от Фредерика Маля, здесь очень красивые альдегиды в сочетании с ирисом, но все вместе, если так вкратце, это пахнет маминой помадой, для меня это запах маминой помады, но не такой, не жирный, не плотный аромат, а вот за счет, повторюсь, за счет альдегидов аромат такой разряженный, очень красивый, играет, переливается, классный парфюм. Вот такой вот получился у меня идеальный, мой идеальный парфюмерный гардероб, наверное, я так и назову свое видео, идеальный парфюмерный гардероб. Давайте встретимся в комментариях, поделитесь, есть ли у вас такие ароматы, которые всегда будут с вами, назовите хотя бы пять, ну, пусть, ну, ладно, топ-3, сможете это сделать? Я, видите, я хитренько поступила, я спросила у вас, и теперь я вот понимаю, что это такой вот мой основной костяк, хотя не уверена, у меня все равно есть парфюмы, которые я бы сюда с удовольствием добавила, но раз я выбрала топ-7, топ-8, вот пусть это будут эти ароматы. Буду с вами на сегодня прощаться, но ненадолго. Я, как всегда, желаю вам всего самого доброго, мирного, и мы скоро увидимся. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин